Добрый день всем зрителям канала Дмитрий Потревая с вами снова на связи. Я рад вас приветствовать и сегодня мы с вами продолжим разговор о Гудине. Наконец-то, друзья мои, появилась возможность создать для вас новый урок, чем я, соответственно, и рад с вами поделиться. Итак, в первую очередь несколько объявлений, прежде чем мы перейдем непосредственно к теме нашего урока. Во-первых, я хотел выразить слова благодарности тем из вас, ребят, кто пошел навстречу мне и в вопросе финансовой поддержки для развития нашего проекта приложил усилия и сделал такие пожертвования. На данный момент сумму мы собрали небольшую, всего лишь 35 долларов, но тем не менее, даже этот вклад очень ценен для меня. Он показывает, что для части из вас тот материал, который я делаю, важен, полезен, интересен и вы готовы со своей стороны делать небольшую поддержку для того, чтобы дальше были уроки. Как я и обещал, в январе месяце, в текущем месяце я выпущу еще два урока по Гудине и два урока по Fusion, то есть всего будет 4 урока, а с февраля месяца мы уже посмотрим, какая будет ситуация. Я в ближайшее время постараюсь восстановить работоспособность сайта и там держать более актуальную информацию относительно сбора средств. Сейчас там есть небольшие проблемы, сайт нужно восстановить, но постараюсь это сделать как можно скорее. Ну и следующим моментом, о котором я также хотел бы вам рассказать, будет то, что версия Гудине, начиная с сегодняшнего урока, с версии 16.5 сменится на версию 17.0. Дело в том, что за то время, пока мы выпускали предыдущие уроки, пока была пауза между выпусками уроков, вышла новая версия Гудине, версия 17. В ней очень много интересных появилось нововведений, поэтому я, соответственно, с удовольствием перешел на эту версию и дальнейшие уроки будут именно на этой версии. Если вам будет интересно, вы можете зайти на сайт компании SideFX, на главную страницу и здесь в главном меню в категории продукты выбрать опцию «Что нового в Гудине 6.17» и вы, соответственно, увидите страничку, где более подробно все можно увидеть. Здесь есть короткое видео о нововведениях 17-й версии, есть более длительная презентация компании SideFX по запуске продукта, где очень много демонстраций, примеров и более подробно рассказывается. Плюс, соответственно, есть внизу описание того, что появилось. Очень всего много. Интересные сделали нововведения, новый движок физики сделали, много улучшений к существующим уже инструментам доделали. Поэтому, если вам будет интересно, можете ознакомиться самостоятельно. Я думаю, что на все вопросы, которые на данный момент есть относительно новизны этой версии, вы себе ответите. Со своей стороны хочу лишь сказать, какой один момент относительно интерфейса. Немножечко интерфейс поменялся. Нижняя часть окна, кнопочки, которые занимались проигрыванием анимации, перенеслись в левую сторону, хотя до этого были с правой стороны. Чуть изменился дизайн кнопок некоторых. В остальном, все остальное осталось более-менее одинаково, поэтому я решил перейти на 17-ю версию и уже с ней непосредственно дальше будут записываться все последующие уроки. 16-я версия, которая выглядела вот так, нам больше не понадобится. Однако, в принципе, то, о чем мы будем говорить, в 16.5 версии точно так же работает. Так что, если хотите, если вам удобно, можете пользоваться и ей. Ну что ж, друзья, давайте тогда начнем. Итак, более подробно относительно того проекта, который мы сейчас будем с вами выполнять. Как я говорил в предыдущем третьем уроке, я хотел сделать небольшой демонстрационный проект для того, чтобы показать, как процесс работы в Гудине выглядит, ну скажем так, от некого начала до некого такого конца, который мы сами себе обозначим. И первоначально проект планировался очень простым, буквально набор простых примитивов, их визуализация. Но после этого, немножечко поразмышляв, подумал, что закрадется мысль у вас, а не считаю ли я своих слушателей людьми немножко отставшими. Так как я вас такими не считаю, то, соответственно, я решил проект немножечко доразвить. Я нашел в качестве основы очень хороший демонстрационный проект на сайте компании SideFX, немножко его модернизировал, кое-как переосмыслил, кое-что подправил и получил тот небольшой мини-законченный проект, над которым мы сегодня с вами поработаем. Ну для начала давайте я покажу вам, как он будет выглядеть в конечном счете. То есть мы с вами, используя программу Гудине с нуля, только лишь Гудине, получим вот такой вот видеоролик. Видите, здесь как бы такой катится мячик, футбольный мяч, он создает, он вернее прыгает, создается ощущение, что он на некие такие небольшие препятствия по дороге наскакивает. Вот мы с вами создадим модель этого мяча, мы его впоследствии создадим ему UV-координаты, оттекстурируем, создадим ему небольшое окружение, по которому он будет катиться. Создадим анимацию этого мяча, создадим анимацию, используя ключевые кадры, также посмотрим процедурную анимацию вот этих подскоков. Как это можно реализовать? Сделаем небольшой риг, перед тем, как будем делать анимацию этого мяча. После этого настроим материалы, поставим освещение, камеры, сделаем эффекты глубины резкости, эффекты размытия в движении и, соответственно, сделаем рендеринг этой секвенции. После этого полученный материал загрузим опять-таки в средства для композитинга внутри Гудине и сделаем небольшую цветокоррекцию, небольшие доработки. Вот такой вот проект. Я думаю, что он займет у нас, скорее всего, два урока. На сегодняшнем уроке мы сфокусируемся с вами на моделировании мяча, возможно, окружении и создании анимации его движения, а также настройка рига этого мяча. А на следующем уроке мы уже немножечко продвинемся дальше, поговорим о UV-координатах, о создании материалов, о освещении, о рендеринге, о композе. Вот за два этих урока попытаемся все с вами выполнить. Ну что ж, давайте тогда начнем нашу работу. Итак, первым делом нам понадобится с вами сохранить нашу сцену, поэтому давайте это сделаем, чтобы впоследствии наш материал у нас не потерялся. В меню файл команда save и, соответственно, сохраняем его. Я заранее выбрал место, где у меня будут сохраняться мои проекты. Здесь уже есть несколько тестовых проектов, которые я прорабатывал. Ну а это давайте назовем так 02-ball-modeling-work-in-progress-01. Например, так. Расширение дописывать не будем, оно запишется автоматически. Обратите внимание, как только вы сохраняете файл, то место, куда вы его сохранили, становится местом проекта. Однако, структура папок проекта в этом месте не создается. Поэтому, если вы хотите, чтобы в это же самое место, куда вы сохранили вашу сцену, сохранились и структура файлов проекта, вы должны в меню файл зайти в команду new project, новый проект. И, соответственно, в открывшемся окошке, вот уже видите, заранее создана структура папок, которая создастся, вы должны указать в параметре project path путь к вашей директории, туда, куда вы хотели бы создать эту структуру, и в параметре project name базовую папку проекта, куда сохранится ваш проект. В результате там будет создана такая структура, и, соответственно, Goudini будет сохранять определенные, вы, вернее, сможете сохранять определенные материалы в определенные под папочки. Даже, наверное, я бы рекомендовал вначале создать структуру проекта, а после, в корень этого проекта, сохранить вашу сцену. Итак, после того, как вы это сделали, я это уже сделал, поэтому повторять этот процесс не буду, мы с вами можем перейти к моделингу. Давайте начнем с того, что чуть-чуть изменим интерфейс и начнем нашу работу. Первым делом мы создадим контейнер геометрии. Напомню вам, что клавишей tab вы можете вызывать контекстное меню, в котором, набирая с клавиатуры названия нужных команд и оператора, вы быстро можете их создавать. Мы создадим контейнер geometry, геометрия, и двойным кликом по его имени переименуем его в мячик, и зайдем в него двойным кликом левой кнопочкой мышки. Итак, мы внутри нашего контейнера геометрия, и здесь нам понадобится стартовая геометрия, геометрия нашего мяча. Мы можем с вами ее создавать разными способами, но у Houdini есть уже набор встроенных примитивов, и один из этих примитивов очень похож на мяч. Давайте сейчас этот примитив создадим. Я внутри контейнера геометрия, нажав кнопочку tab, tab, начинаю писать название этой структуры, этой геометрии, называется она Platonic Solids. Можно писать Solids, можно Platonic, как захотите. Вот она, Platonic Solids. Есть, вот такая геометрия, она по умолчанию выглядит, как такая вот пирамида, однако, когда этот узел выделен, и на нем стоит флаг видимости, синенький флажочек, вот тут его можно включить, мы в его параметрах, окошко, которое находится сверху, можем в категории Solid Type, типы этих примитивов, выбрать нужный нам. А нас интересовать будет, не поверите, уже примитив с названием Soccer Ball, футбольный мяч. В принципе, это основа нашей работы, вот такая вот геометрия, которая очень похожа на футбольный мяч. Вот ее мы с вами немножечко модифицируем, доработаем и получим нужный результат. Итак, это первый этап, у нас с вами создана геометрия. Она, соответственно, недостаточно хорошо детализирована, поэтому давайте с вами ее детализируем, для этого мы создадим второй оператор. Есть два способа, вы можете создавать оператор отдельно, например, нажав Tab, написав его название, мы воспользуемся оператором, который называется Subdivide, он занимается подразделением поверхности, автоматическим ее сглаживанием. Его можно создавать отдельно, а после этого, видите, подключать к входу, здесь вот даже есть специальная отметка, в 17-й версии это появилось, красная отметка, которая показывает вход по умолчанию, куда должны быть подключены какие-то данные. И дальше можно переключить на него видимость. И мы сразу увидим, что вот наш мячик увеличился в детализации. А есть второй вариант. Вы можете по узлу, если хотите, чтобы сразу к нему было выполнено подключение, щелкнуть вот здесь по его выходу правой кнопочкой мышки, тогда появится то же самое контекстное меню, которое по Tab, и здесь написать название нужного узла и нажать Enter. Тогда этот узел автоматически создастся и автоматически подключится. То есть два вот таких вот способа. Для отключения узлов один из способов, тоже не так давно появился, клавиша Y на клавиатуре, создает такие вот ножницы виртуальные, и пока она нажата, вы ее удерживаете нажатой, вы мышкой проводите, и, соответственно, этот узел отключается. Вот я теперь удалю этот узел через клавишу Delete, выделив его, а этот узел отставлю. Итак, смотрите, у меня появилась детализация мяча. Если я его выберу, я могу в параметрах этого объекта увеличивать детализацию. Друзья мои, я сразу хочу сказать, я не буду здесь объяснять каждый узел более подробно, его параметры. У нас последующие будут уроки, где мы обо всем этом будем более подробно говорить. Сейчас, так как времени у нас немного, хотелось бы показать вам все-таки весь процесс. Поэтому не бойтесь, если вдруг сейчас что-то будет не до конца понятно. Моя задача сейчас показать вам демонстрацию того, как выполняется работа в Гудини, а не научить вас с нуля выполнять готовые уже проекты. Этим мы будем заниматься на протяжении последующих уроков данного курса. Итак, создав оператор Subdivide, мы с вами получили детализацию нашего мяча. Все вроде бы здорово и хорошо, но он выглядит плоско и совсем нет этих вот кусочков кожи или полиматериала какого-то, из которого этот мяч сшивается. А хотелось бы, чтобы они у нас выделялись. Как мы это можем сделать? С одной стороны, мы могли бы с вами вот здесь, когда у нас еще с вами объект не настолько детализированный, выдавить эти кусочки. Давайте это сделаем. У нас для этого есть оператор PolyExtrude. Я щелкну правой кнопкой мышки на выходе оператора по генерации мяча Platonic Solid. И здесь напишу команду Extrude. И найду здесь в списке PolyExtrude. Полигональное выдавливание. Если я поставлю флаг видимости на этот оператор, то я, соответственно, увижу мое выдавливание. Но пока оно визуально ничем не отличается от предыдущего этапа. Дело в том, что не задан в его настройках параметр Distance, который задает расстояние выдавливания. Если я вот сейчас подвину бегунок, то видно, что у меня происходит выдавливание. Кстати, если вы при нажатом узле, любом узле, любом операторе, курсор мышки переведете в 3D-вид и нажмете Enter, то если команда имеет манипулятор, то вы этот манипулятор увидите в окне проекции и сможете также в окне проекции им манипулировать для получения нужного результата. Сейчас вся геометрия выдавливается вместе. Однако в настройках оператора PolyExtrude есть опция, вот здесь она Divide Inter, где можем переключиться с режима Connected Components, то есть выдавливание соединенных компонентов, а у нас сейчас все части геометрии, все полигоны соединены, переключиться в режим Individual Elements. Тогда мы с вами сможем выдавливать поэлементно, и тогда каждый полигон нашей модели выдавится. Это уже гораздо интереснее. Если вернуться к Subdivide, то вот какой мы получим результат. Давайте временно отключим каркас. Мяч вроде бы больше стал похож на мяч, однако опять-таки ему далеко до реалистичного мяча, больше похоже на какую-то перекачанную дешевую игрушку детскую. Поэтому давайте немножечко его с вами модернизируем. За что я люблю Houdini, это за то, что у вас есть возможность переподключать даты, узлы, то есть переподключать данные, для того, чтобы получать разные эксперименты. Вот этим Houdini очень здорово. Я говорил на одном из первых уроков, что Houdini это хорошая платформа для экспериментов. Поэтому давайте с вами попробуем вот какую штуку сделать. Я отключу оператор PolyExtrude отсюда, из этого нетворка. Для этого щелкну, по нему немножко подергаю его в сторону, и соответственно он отключится из этого нетворка. И поставлю его после оператора Subdivide. С одной стороны идея и задумка была хорошая, но проблема в том, что PolyExtrude в том режиме в настройке, который мы сделали, выдавливает каждый полигон отдельно. Видите, в результате это приводит к вот такой вот конструкции. А мне бы хотелось, чтобы мое выдавливание происходило вот по кусочкам. Давайте еще раз включу сглаживание. Чтобы вот этот каждый кусочек, давайте скажем так, кожи, из которого мячик сшит, чтобы он выдавливался. Но в такой вот детализированной форме я этого, видите, сделать не могу. А если делать такой вариант, как я делал предыдущего, то мяч не похож на реалистичный, а больше похож на перекачанную игрушку. Поэтому мы с вами воспользуемся здесь еще одной потрясающей возможностью программы Houdini. Мы с вами поговорим об атрибутах. Что такое атрибуты? У нас будет урок более детально посвящен атрибутам. Однако сейчас хочу сказать, что атрибуты это определенные данные, которые вы привязываете к частям вашей геометрии, к точкам вашей геометрии, к полигонам вашей геометрии, или целиком ко всему объекту. Для работы, чтобы визуально видеть эти атрибуты, у нас есть закладочка вот здесь наверху в 3D виде. Называется она Geometry Spreadsheet. Это модуль, который как раз в виде таких вот табличных значений показывает, каким элементам какие данные применяются. Тут наверху есть возможность переключаться между точками, вершинами, полигонами и объектами. И в зависимости от того, что у вас включено, вы будете видеть отображение тех или иных атрибутов. Например, на уровне полигонов для каждого полигона, вот номера полигона ведутся с левой стороны, пишутся атрибуты, которые для них есть. Атрибут CD это атрибут цвета, Color Diffuse. Три компонента, красный, зеленый и синий для цвета. Видно, что некоторые полигоны не имеют цвета, цвет стоит значение 0, черный, а некоторые ставят значение 1 и имеют цвета. Сейчас я немножечко их по номеру, вот так, например, отсортирую, и тогда будет видно, что вот есть у меня полигоны с номерами 1, 1, да, а некоторые с номерами 0, вон они ниже пошли. Вот, то есть атрибуты это данные. Так вот, что интересно, когда мы находимся с вами вот здесь, когда у нас еще мало с вами было полигонов, мы с вами можем увидеть, что вот эти атрибуты, они не только являются стандартными, те, которые есть, ну, мы, вернее, можем работать не только со стандартными атрибутами, которые видим, а и создавать свои атрибуты. Вот, например, у нас сейчас наша геометрия, вот эти кусочки, они имеют номера. Я вот здесь вот с правой стороны могу включить, вот такая есть опция, Display Primitive Numbers, которая включает номера полигонов. И у каждого полигона подписывается его номер. У этого номер 2, 12, 21, 26 и так далее. И вот тут, кстати, хорошо видно, например, полигон с номером 2 черный, а полигон с номером 12 белый. Если мы переключимся на Geometry Spreadsheet, мы увидим действительно, что полигон с номером 2, смотрите, черный цвет нули, а полигон с номером 12 единичка белого цвета. То есть вот вам пример того, как атрибуты связаны с геометрией. Так вот, друзья мои, мы можем с вами воспользоваться замечательной вещью, которая есть в Гудине, это работать с нашими атрибутами. Мы можем сделать так, чтобы каждый из этих полигонов запомнил свой номер. И в будущем, когда к нему применяется деление, все новые полигоны, которые создаются, они будут помнить, что их объектом родителей является полигон с определенным номером. То есть фактически у них будут дополнительные данные, которые мы потом сможем использовать. Вот для этих целей мы с вами сделаем вот такую систему. Смотрите, после оператора Platonic Solid, видите, мне постоянно приходится переключаться между видимостью узлов, в зависимости от того, что я хотел бы, с чем хотел бы работать. Мы создадим оператор, который называется AttributeCreate. Вот он в списке здесь, AttributeCreate. Это оператор, который как раз и занимается созданием атрибутов. Я поставлю на него видимость. У него есть свои параметры. Вот они здесь. И я сразу переключусь на Geometry Spreadsheet, чтобы вы видели, как эти атрибуты появляются. Вот сейчас, пока у меня, видите, на уровне полигонов, кроме атрибутов цвета, трех компонентов цвета, никаких данных больше нет. Однако я сейчас изменю эту картину. Я создам атрибут, и в поле Name имя этого атрибута напишу имя, например, патч, кусок. Или даже там патч ID напишу, например. Вот такой, допустим, атрибут, патч ID. Есть. Чуть ниже, класс, я укажу, что этот атрибут должен быть привязан к полигонам или примитивам. Как только я это сделаю, смотрите, вот здесь в редакторе Geometry Spreadsheet сразу у меня показываются данные, вернее, просмотрщики, это не редактор, а просмотрщик. Патч ID есть, соответственно, вот информация, что у меня создан атрибут, он заполнен нулями. Тип этого атрибута, type. Я с float, дробное число, поменяю на integer, целое число. Мне в нем нужно хранить цифру, соответствующую цифре номера полигона. Она не обязательно должна быть дробной, мне даже проще, если она будет целым числом. А чуть ниже в поле Value, вот здесь как раз описывается, какое значение будет. Сейчас стоит значение 0, и все эти номера имеют, все, вернее, полигоны имеют значение 0. Если я поставлю, не знаю, там 5, например, соответственно, видите, патч ID везде поменяется на 5. Но мне нужно, чтобы он не одну цифру запоминал для всех, а для каждого полигона он запомнил свой номер. Для этого мы можем с вами воспользоваться переменными. Мы будем говорить чуть попозже тоже о том, что у Houdini есть переменные, есть переменные глобальные, есть переменные локальные. Для чего они нужны? Они хранят определенные в себе данные. И зная имя этой переменной, мы сразу можем получить определенный результат. Ну, например, смотрите, если мы сейчас, выделив оператор атрибут Create, посмотрев на его параметры сверху, воспользуемся вот здесь иконочкой со знаком вопроса, файл помощи, нажмем на нее, у нас откроется окошко файла помощи, в которое загрузится сразу данные из выбранного узла. У нас узел или оператор, да, атрибут Create, и вот атрибут Create, сразу по нему файлы помощи пошли. Здесь много информации. Первая часть это информация по его параметрам. Вот здесь, кстати, видно информацию по параметрам. А вот дальше есть локальные переменные. Если по ней щелкнуть, мы сразу опустимся вниз документации, где идет список так называемых локальных переменных. То есть переменные, которые хранят в себе какие-то данные. И одной из этих переменных является интересная нам переменная с названием PR. Если почитать описание, primitive number это номер конкретного примитива, который сейчас обрабатывается. То есть если я вместо вот здесь параметра value напишу это значение PR, нажму Enter, сейчас я столкнусь с такой штукой, у меня выскочит ошибка, смотрите. Красный треугольник говорит об ошибке. Причина в чем? Кстати, если вдруг ошибка, вы всегда можете щелкнуть или вот здесь вот по этому треугольничку, который в этом круговом меню появляется, или вот здесь вот по этой области с ошибкой. Откроется окошечко, где будет написано, в чем конкретно проблема. Программа говорит о том, что она не может это выражение обработать. И это, в общем-то, нормально. Дело в том, что имена переменных задаются не просто именем, как мы посмотрели в файлах помощи, а начинаться они должны с символа доллара. Доллар и дальше имя вашей перемены, в нашем случае PR. Как только я это значение впишу, ошибка уйдет, и сразу у меня, обратите внимание, патч ID, мой атрибут, данные, которые я создаю, стали соответствовать нужным мне. Для нулевого примитива 0, для первого 1, для второго 2, и так далее, и так далее, и тому подобное. Что это значит? При обработке моей геометрии атрибут create, что делает? Он берет каждый полигон, просматривает его, смотрит, какой у него номер, и присваивает этот номер сюда в поле. Таким образом, каждому моему примитиву назначается свой номер. Вот что делает это переменная. Очень удобная вещь, потому что в Гудине переменные, вернее, в Гудине используются очень активно и очень часто. Мы со временем будем их использовать много, и вы будете их запоминать. Плюс, опять-таки, очень часто в файлах помощи вы будете находить информацию по нужным вам переменам. В новых версиях разработчики рекомендуют вместо переменных, которые вот раньше использовались, начинали со значка $PR, использовать так называемые встроенные VEX переменные. VEX это язык программирования. Там немножко другой формат записи. Мы будем со временем пользоваться как одними, так и вторыми, но скорее всего в сторону вторых больше будем смещаться, потому что, возможно, они со временем выживут. Старая запись переменных. Для того, чтобы записать в другом формате, в формате вот этого VEX переменной этого языка программирования, используется такое вот отображение. Начинается с символа значка собачки, а дальше название самой переменной. PrimNumber, то есть номер примитива. PrimitivNumber. Когда мы ее вписываем, мы получим тот же самый эффект, точно такие же номера у нас здесь будут записываться. То есть и один, и второй способ пока работает, можно пользоваться любым из них. Итак, мы с вами сделали нужный момент. Теперь самое интересное. Если мы опустимся на SubDivide, обратите внимание, что у нас происходит. Смотрите, количество точек, количество примитивов у нас увеличилось, но номера остались такие же. То есть, например, новые точки 0, 1, 2, 3, 4 и так далее, например, до 19, они, смотрите, имеют информацию в патч-айде атрибут 0. То есть это значит, что эти все точки, давайте их найдем, кстати, на нашей геометрии, с 0 до 19 точки. У нас вот номера включены, и можем посмотреть, где они, на какой они части. Здесь 200. Вот они. Вот эта группа точек. Смотрите, 0, 1 и так далее, 7, 4, 5, от 0 до 19. Все они отображаются здесь, и как видно по цвету, они как раз соответствуют той области, которая у нас с вами и соответствовала нашему куску. То есть атрибуты позволяют в Гудине выполнять замечательное преображение, сохранять данные таким образом, что после мы можем к этим данным обращаться. Пока мы эти данные, отключим давайте отображение точек, пока мы эти с вами данные просто сохранили. Мы еще их никак не использовали. Однако в будущем обязательно будем использовать. Но прежде чем мы дойдем до их использования правильным образом, мы сделаем еще одно преобразование. Мы с вами этот мячик немножечко округлим, потому что несмотря на то, что мы использовали оператор SubDivide, который сглаживает наш объект и детализирует, он все равно не идеально круглый. Поэтому для того, чтобы он был круглым, мы воспользуемся другим оператором. Оператор, который называется Ray, или дословно переводится как луч. У этого оператора два входа. На первый вход должна подаваться та геометрия, которую он будет искажать, а на второй вход, на второй вход, передается геометрия, которая, скажем так, будет преобразовать форму нашего объекта. Я в качестве второго объекта создам объект сфера. Обычную сферу. Пока временно включу видимость на нее, чтобы вы увидели, как она выглядит. Вот такая вот круглая сфера. И ее подключу на второй вход оператора Race. И вот обратите внимание, я сейчас включаю видимость на оператор Race. Вот что происходит с моим мечом. Чтобы увидеть разницу, я могу на оператор Race поставить фокус и воспользоваться вот этой вот иконочкой, видите, стрелочкой, байпас, которая позволяет отключать или включать обработку этого узла. То есть такое ощущение, что как бы мы видим действие с этим оператором, а в данном случае сейчас не видим. И вот щелкая по ней левой кнопкой мышки, мы бы не можем видеть действие до применения этого оператора и после того, как он применился. То есть что происходит? Наш мячик растягивается под нашу сферу. Это то, что делает оператор Race. Теперь мы можем быть уверены, что он абсолютно круглый, точно такой же, какая и наша сфера. Если бы наша сфера была там не совсем круглая, а вытянутая, то и мяч у нас тоже бы растягивался, чтобы соответствовать ей. Но мы ее сделаем круглой, поэтому Race даст нам круглый вот такой вот вариант мяча. Отлично! У нас теперь с вами круглый мяч, и мы готовы к тому, чтобы обработать наши куски правильным образом. Для этого смотрите, мы какой воспользуемся функцией. Мы воспользуемся циклом. В Гудине есть такая вещь, как цикл, которая может обрабатывать геометрию циклически. То есть, например, по каждой точке, по каждому примитиву, или, как в нашем случае, по каким-то данным, как, например, вот наш атрибут, каждый из которых соответствует куску геометрии, куску кожи. Давайте создадим этот оператор. Я нажимаю Tab и пишу For. Сразу у меня открывается список, где есть список этих циклов. И я вот из них выберу For each primitive. То есть, по каждому примитиву. Нажму и левой кнопочкой мышки щелкаю. В результате у меня создается вот такой вот, такой рамочке цикл. Все, что находится внутри этой рамочки, все действия, все операторы, которые будут тут, они будут многократно повторяться. Я подключу этот мой цикл на вход. А теперь в настроечках этого цикла слегка сделаю изменения. Первый оператор. Здесь мы можем указать метод, то есть способ обработки. Здесь, в принципе, стоят разные способы, но нас будет интересовать обработка каждого кусочка геометрии. И ниже, ниже, вот здесь в выходе, мы тоже должны убедиться, что у нас в способе обработки стоит обработка по частям by piece of points. И в качестве piece elements, то есть, что именно он будет обрабатывать. Сейчас стоит примитив, но в данном случае он будет каждый примитив обрабатывать, нам это не нужно. Мы поменяем его, ну, скажем так, мы расширим его возможности за счет чего. Вот здесь вот поставим галочку piece attribute, атрибут куска, который ему нужно обрабатывать. И в качестве атрибута, который ему нужно для того, чтобы понимать, что обрабатывать, а что не обрабатывать, мы воспользуемся вот этим атрибутом, которым создаем, который создали, патч-ид. Я скопирую его отсюда и в оператор forage в его концовку вставлю. То есть, теперь наш цикл будет обрабатывать только те куски, которые отличаются вот этим патч-ид. То есть, 1, 2, 3, 4, так как у нас были прописаны наши номера. У этого оператора есть одна полезная штука. Мы можем здесь поставить опцию Single Pass. Тогда мы точно можем видеть, как он непосредственно обработку выполняет. Так, единственное, единственное, сейчас, одну секунду. А, единственное, нам надо видимость на него поставить. Вот, на конец. Тогда вот, когда мы включаем Single Pass, мы можем видеть, пролистывая их, как вот он, видите, по очереди перебирает наши куски. Почему перебирает? Потому что он смотрит, какие куски отличаются вот этим патч-ид. А патч-ид, вы видели, отличается только именно у группы полигонов, которые принадлежат тому или иному куску. Вот такая интересная вещь. И теперь смотрите, что мы будем сделать. Мы с вами вот этот оператор выдавливания, который до этого применялся каждому полигону, затащим внутри нашего цикла. Внутрь цикла. И в его настроечках поставим, чтобы он обрабатывал не индивидуальные компоненты, а выделенные компоненты. И в результате он, смотрите, выполняет выдавливание целиком одного куска. Вот включу W, чтобы вам лучше было видно, как происходит выдавливание. И в конце, если вернуться сюда, отключим сингл пас, мы увидим, что наш мяч выдавился вот так вот по кускам, по кускам этим кожи, несмотря на то, что они как бы являлись отдельными примитивами, но благодаря тому, что мы сами создали данные, дополнительный атрибут, у нас получился вот такой вот интересный эффект. Здорово! Давайте детализируем теперь наш объект. Я создаю еще один оператор Subdivide, подключаю его уже по выходу, и вот получились наши куски. Единственное, видно, что, смотрите, они у нас не сшиты друг с другом, внутри мы видим дырки. Поэтому давайте до того, как их детализировать и склеивать, детализировать и сглаживать, мы их склеим. Для этого воспользуемся оператором Fuse. Оператор Fuse занимается склеиванием точек. У него есть в настроечках параметр Distance, расстояние для склеивания. И перед тем, как выполнить детализацию и сглаживание, он склеит нам точки и теперь Subdivide склеит нам эти куски вот таким вот образом. Если мы хотим, мы можем дополнительно несколько сделать действий для того, чтобы этот мяч, наш получился более интересным. Я создам еще один оператор PolyExtrude. В этом операторе PolyExtrude я воспользуюсь параметром Insert для того, чтобы создать вот такой вот внутренний кусок. Это позволит мне при сглаживании этой каемки быть более аккуратной и не такой сильно растянутой. а второй PolyExtrude уже непосредственно выдавит. И во втором PolyExtrude я параметр Division поставлю вот в несколько сечений для того, чтобы у меня внутри вот получилась такая вот детализированная конструкция. Она теперь применится ко всем кускам. При склеивании точек и сглаживании у меня получится вот такая вот вещь. Вот чем интересен Houdini. Смотрите, вы на любой этап можете вернуться и в любом этапе сделать правки. Эти правки сразу отображаются на весь нетворк. И мы получаем с вами тот или иной результат. Итак, друзья мои, вот у нас получился с вами вот такой вот мяч. После несложной манипуляции с геометрией. Этот мяч уже больше похож на реалистичный. Дальше давайте сделаем несколько еще преображений. Этот мяч довольно-таки большой сейчас. Если посмотреть на сетку, вот эти вот цифры минус 1, минус 2, 2, 2, они обозначают значение в метрах. То есть фактически нашего мяча сейчас диаметр 2 метра, радиус 1 метр. Но это очень большой мяч. Поэтому я создам оператор трансформ. оператор с помощью которого мы можем выполнять разного рода преобразования и трансформации. И в настройках этого оператора трансформ параметром Uniform Scale уменьшу размер этого мяча где-то до 0.32. В результате он станет у меня маленьким. Теперь у меня одна клетка сколько тут 1, 2, 3, 4, 5, 10 на 5, 22 сантиметра. То есть получается 40. И там по 15 где-то наверное 50 с чем-то. Да, где-то порядка 50. Может там 34. Это более будет соответствовать нашему мячу. Отлично. Ну и в конце закончим нашу работу тем, что создадим еще один оператор. Оператор Нул. Оператор Нул является оператором пустышкой. ничего не делает, но он является неким таким логическим заключением, что в этом месте некая логическая цепочка подходит к своему концу. Здесь у нас геометрия заканчивается. Вот мы с вами создали наш мяч. Прежде чем мы перейдем ко второму шагу, я бы хотел пару моментов вам еще продемонстрировать. Дело в том, что преимущество Гудини и в частности использование нетворка на всех этапах работы, например, в данном случае на моделировании сводится еще к тому, что мы легко и просто можем вносить любые изменения в наш нетворк и в большинстве случаев он будет корректно пересчитываться, мы будем получать новый результат. Например, мы использовали примитив, который назывался Platonic Solid, такой вот объект, однако никто нам не мешает использовать любой другой объект в качестве входных данных. Например, мы можем использовать ту же самую сферу. Создадим с вами сферу, я пока на нее временно включу видимость, единственное в режиме примитив она нам будет не полезна, потому что это некий параметрический объект, мы изменим его, например, на полигональную сферу, которая имеет вот такую структуру, и стоит нам подключить его в наш существующий уже нетворк, дальше все остальные операторы точно так же корректно сработают, корректно атрибут create, корректно опция по сглаживанию subdivide, по ее округлению, по выдавливанию, какой мы получим с вами результат, если немножечко опустимся ниже на subdivide, то увидим вот такую вот картину можем отключить сглаживание, вернее отображение сетки, чтобы получить вот такой вот результат, subdivide если хотим мы можем увеличить детализацию этого объекта и получить новый результат, то есть фактически на основе одной и той же геометрии мы можем с вами получать большое количество разных вариаций никто также нам не мешает использовать объект, который вообще казалось бы по форме своей к мячу вообще никак никакого отношения не имеет например объект box который мы точно так же можем с вами сделать полигональным объектом вот у него уже определенная детализация появилась подключить его в наш нетворк и точно так же он раздробится здесь в операторе ray он округлится и дальше вот здесь в subdivide мы получим какую-то вот такую вот геометрию то есть вот этим Houdini замечательно и интересно тем что манипулируя одними данными мы можем с вами получать разные результаты причем этот нетворк также можно видоизменить за счет например оператора switch оператор который занимается переключением входных каналов у него один выход но у него несколько может быть входов мы можем на вход подать разную геометрию и в операторе switch есть бегунок select input который может переключать геометрию сейчас он стоит в режиме 0 у него первый вход именуется начинается нумероваться с 0 не с единицы поэтому 0 это первый вход то есть это сфера если мы переключимся на 1 мы увидим мяч если переключимся на 2 то мы увидим другой ну скажем так другую форму поэтому вот какие у нас есть возможности вот в чем преимущество гудини какие удобные легкие манипуляции мы можем с вами выполнять ну я вернусь к нужному нам объекту вот вот таким вот образом друзья мы можем получать с вами конечный результат довольно таки легко и просто меняя входные значения и так мы с вами получили геометрию мяча я думаю на этом мы в текущем уроке в четвертом уроке сделаем остановку мы записали достаточное количество времени поэтому в следующем занятии уроке номер 5 мы поговорим с вами о том каким образом нам подготовить этот объект к анимации сделаем небольшой рик используя несложные математические формулы которые наверное большинству из вас будут знакомы из школьного курса после этого из школьного курса математики после этого мы с вами сделаем дополнительное окружение ну и дальше уже продолжим с остальными этапами производства и создания нашего ролика ну а на текущий момент я хочу сделать остановку в заключении поблагодарю вас спасибо большое за просмотр этого материала если вам было интересно или полезно напишите пожалуйста в своих комментариях также я буду рад ответить на ваши вопросы если они появятся не думайте пожалуйста что этим уроком я хотел вас запугать и отбить всякое желание работы в Гудине задача была просто продемонстрировать типичный процесс работы в Гудине как он представляет что он из себя представляет дальше будет больше дальше будет интереснее так что давайте перейдем к следующему уроку ну и в результате получим финальный результат который мы увидели с вами в видеоролике ну и в самом конце я еще разок напомню вам о той акции по сбору средств добровольных пожертвований которые на данный момент проводятся если у кого есть такая возможность поддержать нашу работу пожалуйста сделайте это ссылка для выполнения такой процедуры будет в описании к этому видео и также если вам интересно подробности для чего мы это делаем в правом верхнем углу будет ссылочка на видеообращение в котором я поясняю больше подробностей для чего мы выполняем такую процедуру сбора средств ну а на этом теперь точно все благодарю вас друзья доброго вам дня и до скорой связи в следующем уроке пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok